Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Ольга и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях. И мы с вами встречаемся уже в 2022 году. Еще раз всех поздравляю с Новым Годом! Скоро у нас будет еще праздник, великий праздник Рождеству. А сегодня мы с вами будем разговаривать обо всех моих процессах, обо всех моих увлечениях. То есть здесь сегодня будут процессы по вышивке, процессы по вязанию, процессы чтения, потому что я нахожусь как раз-таки в прочтении очередной книги. И также вам расскажу, что я буду распускать. Ну, потому что я такое решение приняла. Вот знаете, в конце года я, ну, как и все нормальные хозяйки, которые успевают это сделать, постаралась вычистить все и вся. То есть во всех уголках пробежалась, в том числе и в своем гардеробе, и приняла решение распустить некоторые вещи. Вот давайте с этого начнем, а потом перейдем к столу, и я вам уже буду рассказывать руки в кадре, да, потому что процессы у меня пока небольшие, их проще показать, ну, на столе в развернутом виде. Итак, что же я буду распускать? Я буду распускать вот этот снут. Это у меня был комплект. Я его вязала из Drops Lima, по-моему. Очень мне нравилось вязать этот жаккард из Библии узоров, да, жаккард Библии узоров. Я сделала этот снут двойным. Это была моя ошибка. Он достаточно тяжелый. Я его носила раза три, наверное, от силы. То есть просто так его носить невозможно, и нужно надевать на капюшон. То есть сначала надеваешь капюшон, потом надеваешь этот снут, шапку. В принципе, все в порядке, все нормально. И так тоже может быть, и имеет место быть. Но суть в том, что мне это не особо комфортно. То есть я поняла, что снуты это не совсем мое, вот именно в таком исполнении. То есть когда они идут под куртку, да, то есть труба вот эта, которая прилегает к шее, она и защищает, да, от ветра, от холода. И, в принципе, служит под типу манишки чем-то. А вот именно такого рода снуты в несколько оборотов. Но это не мое. Как, собственно, и шарфы. У меня есть один шарф, но он мне очень нравится. Я его иногда ношу. Но вот это вот носить не хочу. А пряжа здесь шикарная. То есть здесь можно спокойно перевязать в ту же самую манишку интересную, да, такую, как жилет, полужилет. И это будет намного лучше и более носибельнее. Поэтому я принимаю решение это распускать. Но мне кажется, здесь мне нужно будет разрезать. Я потому что, скорее всего, просто не найду кончики. Я здесь сшивала петля в петлю. Я не знаю, как это искать. Я не знаю, где это найти. Но где-то нужно будет найти тот самый пресловутый кончик. В общем, все сделано настолько идеально, что найти неточность и неровность весьма сложно. С учетом того, что я это полотно стирала. Но стирала всего лишь раз. Вот. Это первый роспуск, который меня ждет. Второй роспуск, который меня ждет, это вот это вот изделие. Надо сказать, что это изделие я носила часто. Как раз это был тот период, до локдауна, когда мы ходили в офис, и я его надевала. И оно мне очень нравилось. Тут осталось от брошки. Кстати говоря, даже брошка, видите, надо брошки снимать. А я не сняла. И смотрите, что произошло. Немножко есть дефект в ниточке. Ну, ничего страшного. Что здесь? Здесь кардная пряжа. Это бобинная пряжа. Она мне очень нравится. Ну, то есть, само изделие мне очень нравится. Я бы его носила, если бы не одно «но». Вы знаете, чем больше мы вяжем, чем больше мы увлекаемся нашим творчеством, чем больше мы узнаем и познаем, и учимся у других более, ну, не зрелых, да, более знающих людей, тем больше мы понимаем, что в наших изделиях есть какие-то недочеты. Вот в данном случае, вот та самая лодочка, да, которая должна быть лодочкой, я тогда почему-то очень мало уделяла времени именно посадке изделия в плане горловины. То есть, я не понимала, сколько нужно вязать углубления по спинке, сколько по переду, где располагать росток, каким образом его вывязывать. То есть, вот как нас учили, да, вот в первоначальных видеороликах, я одну теорию запомнила, и вот по ней шаблонно и действовала. И здесь получается, нет углубления по спинке совершенно, то есть здесь прямое полотно, а лодочка достаточно широкая. И очень небольшое углубление по переду. Если заднюю часть еще можно простить, и сказав, что это не видно, то переднюю часть я бы углубила вплоть до вот этого момента, чтобы мне было комфортно носить это изделие. Хотя я носила его с удовольствием, но сейчас я понимаю, что носить его не буду. Дарить его в таком виде кому бы то ни было, да, даже подруге, которая с удовольствием принимает вязаные изделия, я тоже не буду, потому что если я увижу ее в этом изделии, я буду понимать, где мои недочеты. Мне этого не хочется. Поэтому я принимаю решение, что я эту пряжу отправляю из обычного моего гардероба в пряжный гардероб. И буду это все распускать. Вот. Два изделия, которые я нашла на распуск. Это будет однозначный распуск. Мы совсем скоро увидим матки. Так, дальше. Дальше я читаю книгу. Книга выглядит вот так. Это Сара Джио «Ежевичная зима». Эту книгу мне дала почитать свекровь, сказав, что очень интересный роман. Но это действительно роман. Здесь действие у нас с вами происходит в прошлом и в настоящем. То есть эти истории пока совершенно не переплетены, но уже взаимосвязаны. В прошлом здесь у очень бедной женщины пропадает ребенок трехлетнего возраста, мальчик. Я, когда это услышала, все, сразу у меня драма, сразу у меня глаза на мокром месте. Ну, вы понимаете, да, тот, кто, знаете, только матери это могут понять. Когда я еще матерью не была, я как-то спокойно читала такого рода произведения. А здесь так и написано, что этот роман перевернет вам душу. С первых страниц. И с первых страниц очень интересно написано, захватывающе. Здесь нет такого, знаете, как сказать, никакой похоти. Но вот есть история любви, история драмы. А в будущем журналистка расследует как раз-таки это преступление. Почему она его расследует? Потому что, что в прошлом, как раз-таки в мае месяце выпал снег и была та самая ежевичная зима, что в настоящем, когда сталкивается эта журналистка с темой своего будущего, своей будущей статьи, она как раз-таки и расследует, ну, сталкивается с тем, что у них тоже выпал снег и тоже наступила ежевичная зима. И вот ей дают задание написать на эту тему. И она сталкивается, значит, вот с теми событиями прошлых лет. Что же будет дальше, узнаете, если будете читать вместе со мной эту книгу. Дальше я просто еще не читала, и, естественно, о концовку вам все равно рассказывать не буду. Но хочу сказать, что читается на одном дыхании. Книга потрясающая, она небольшая, и видите, тут очень много разговорной речи, да, и буковки, они такие прям большие-большие. Ну, и книгу читать очень приятно, потому что очень хороший переплет. Вот, я ее читаю, ну, почти половину прочитала, очень интересно, прям, ох, дух захватывает. А вот эту книгу, это будет мой рестарт, потому что здесь идут 4 жизни, да, одного ребенка, они идут в параллель, но они немножко разнятся в сюжете, и я немножко запуталась. То есть, эту книгу нельзя оставлять, так как я обычно читаю. Оставлю на недельку, потом вернусь, оставлю на недельку, вернусь. Нет, я запуталась в этих жизнях, но произведение очень интересное, читать его весьма и весьма интересно, поэтому я, конечно же, буду продолжать это чтение, но я хочу начать с самого начала. Ну, то есть, понятно, что первую страницу я буду чаще перелистывать, чем читать, потому что сюжет помню. Ну, какие-то зарисовки в голове, да, а может быть, даже на бумаге, первоначально я буду себе обрисовывать, для того, чтобы не запутаться в этих 4 жизнях. Вот, то есть, это будет мой рестарт, на ближайшее время такие планы у меня по чтению. А сейчас мы с вами перейдем к столу, я покажу свои процессы вышивки и процессы вязания. Итак, давайте приступим, и это будет мой новый старт. Да, это старт прошлого года. Я где-то числа, наверное, 30-го вечером или 31-го с утра, по-моему, 30-го вечера решила начать новый старт. Ну, был у меня такой порыв, и я понимаю, что у меня очень много этой пряжи. Это Троицкий водопад от фирмы Троицкой фабрики, да, носочная пряжа, у меня ее очень-очень много, мне ее очень много надарили в прошлом году, узнав, что я ее очень люблю. А как оказалось, несмотря на то, что я ее очень люблю, ее у меня именно в готовых изделиях не так-то уж и много. Поэтому я решила, не откладывая в долгий ящик, начать носок. Смотрите, какая потрясающая расцветка. Я выбрала на самый-самый, знаете, вот так, залезла в свои закрома и решила выбрать самый такой цвет, который меня больше всего привлекает. И вот это сочетание цветов, это невероятно красиво, на мой взгляд. И смотрите, какое оно нежное, да, не кричащее, но в то же самое время, какие ярко выраженные здесь полосы. И помимо этого встречаются вот такие вот небольшие крапушки на всем полотне. Они какие-то такие нестандартные. И вы только посмотрите, какая потрясающая здесь резинка. Это резинка скрещенная, да, лицевая петля. Здесь у нас с вами идет скрещенная, изнаночная, обычная. И вот такими секциями легла пряжа. И как-то я так подгадала, что носочек у меня, вернее, пяточка у меня другого цвета. Мне теперь точно нужно будет, ну, подгадывать, да, то есть по пряже нужно будет смотреть и подгадывать, чтобы вот этот вот цвет вышел на пятку и в следующем носке. Потому что я не ожидала, что так будет. Но вот так получилось. Ну, получилось классно, конечно. А как вот будет это во втором носке, мы с вами обязательно узнаем. Но чуть позже. Следующий процесс, над которым мне удалось активно поработать, это свитерочек моему сыну. Я ему примеряю, и ему не колет. То есть он вполне адекватно не хочет содрать это все с себя. И поэтому я прям, вот знаете ли, надежды возлагаю на этот свитер. И вяжу, значит, самый обычный реглан. Что у меня здесь? Это у меня осталось от первого мотка. Когда я вывязывала горловину, он мне отчекрыжил этот моточек ножницами, да. И еще один моток у меня был в работе. То есть я вывязала полностью кокетку с одного моточка. У меня есть таких моточков 5. Это газал вул 175, 175 метров, 50 граммах. Вот такой потрясающе красивый синий цвет. Вяжу я на спицах номер 3, хотя рекомендую 3,5-4. Но я вяжу на спицах номер 3, и мне это полотно очень нравится. Потому что я вязала, да, уже эти резиновые полотна, резиновые свитера. И мне нравится, когда поплотнее сидит. То есть, знаете, как прилегающая, как водолазка. Но здесь вполне нормальная свобода облегания. Я сделаю его чуть подлиннее. Ну, пусть будет, потому что растет ребенок. Растет. Вот, и значит, у меня еще есть, получается, 3 моточка. Мне точно хватит. Поэтому я прям вот вяжу в свое удовольствие. Буду подсоединять новый моточек и вывязывать полотно вниз. Потом примусь за рукава. Следующий процесс, который очень сложно показать, но я его тоже продвигала. Я здесь связала аж 10 рядов. Я его вот таким образом сложила. Это у меня получается 100% кашемир. И здесь идет вязание сверху вниз. Вот это будет скос плеча. Он такой достаточно длинный. Ну, то есть, такое, знаете, спущенное плечо. У меня будет здесь, у меня идут убавки. Здесь идет резиночка. Совсем небольшая по кромке и по краю. А также эта же резиночка идет у меня по спине. То есть, здесь у меня вывязано. Вот если вот так посмотрим, то вы видите, это углубление по спинке. А вот здесь вывязан скос плеча. Вот такой вот он длинный. Вот. И что здесь? Здесь я пока до подреза веду полотно вниз. А затем буду присоединять новую ниточку, вывязывать переднюю часть. Сначала с одной, по одному плечу, потом по другому. На подобные изделия у меня есть мастер-классы. Проходите в обзоры. И, например, на фоне белого кардигана летнего, кофточки такой, вы найдете эту технику прям по петельным. Вот. А как считать на себя, да, как делать расчет? Здесь уже индивидуально под ваши хочушки. Потому что это плечо может быть вот таким вот длинным, как у меня, да. А может быть вот таким вот коротеньким. Само плечо. То есть, все будет зависеть именно от модели, которую вы выберете. Вот в этот раз я решила, что это будет балахон. Потому что прошлый опыт показал мне, что кашемир у меня подсел. Даже если этого не случится, то хочу сказать, что будет широкое изделие. Я люблю широкие изделия. Оверсайз, гипер-оверсайз. Меня это вообще не смущает. Но сам факт того, что я работаю с кашемиром, это действительно отдельный вид пряжи. Он очень нежный. Очень такой мигусичный. Даже сейчас еще не постиранное. Да, еще, смотрите, видите, сеточка это видна. Потом это все заполнится. Несколько стирок вообще сделают полотно очень-очень мягким и нежным. Но до этого еще очень далеко. Поэтому я потихонечку, помалиничку. У меня даже еще чек рядов я использую. В каждом пятом ряду я здесь делаю сокращение. Поэтому считать, в принципе, ряды очень легко. Вот. Совсем немного мне осталось здесь до подрезов. И затем я уже буду работать над передами изделия. Прежде чем объединить все это огромное-огромное полотно в круг. И здесь ничего примечательного, кроме вот этой вот полосочки, здесь нет. То есть, это будет очень простое изделие. Почему я себе оставила такой вот маневр? Потому что я, может быть, здесь потом проложу вот эти самые линии крючком. Чтоб, ну, что-то заиграло. Но это будет зависеть исключительно от самой конструкции, когда я полностью примерю изделие на себе, уже готовое. И пойму, надо оно мне или не надо. Если не надо, значит, останется как декор именно сама резинка. Если мне захочется обыграть это все каким-то цветом, ну, значит, это будет служить вот этими полосами, в которые я буду вплетать, я не знаю, как это по-другому назвать, другой цвет. Я думаю, что вы меня поняли. Итак, у меня три процесса по вязанию. Следующий процесс это вышивка. И вышивка на мечту. Это маяк. Это мой последний старт из 10 стартов, которые я предполагала в 2021 году. Он был чуть ли там не 30 декабря. Мы с вами стартовали. И я начинаю, как обычно, с верхнего левого угла. И так же я начала и здесь. И вышивка на мечту у меня тоже немножко продвинулась с последнего видео. Вот так выглядит моя вышивка. Здесь идет полукрест в несколько сложений. Где-то в 4 сложения, где-то в 3 сложения. Ну, то есть Dimensions играет вот этим количеством сложений для того, чтобы создать рельефность на конве. И я успела заказать в прошлом году. Получается вот такой вот магнитик. Эти магнитики продаются на самом деле везде. Но я заказала на Wildberries. Мне как-то приходили эти магнитики с Wildberries в подарок. И я, смотрите, нашла какой замечательный маяк. Вот этот магнитик, он вот так выглядит с другой стороны. Стоит порядка 200 рублей. Вот, но я совершенно не пожалела денег, потому что с этим процессом я буду жить, думаю, что очень долго. Потому что канва очень мелкая. Я думаю, 18 каунт здесь. И получается и процесс очень долгий. Вот, смотрите, несмотря на то, что здесь полукрест, я смогла выполнить вчера только вот столько стежков. Ну, между делом, между салатами, да, между всем на свете. Смогла выполнить вот столичка стежков. Поэтому вот так выглядит полотно. Ну, мне очень нравится, я буду продолжать вышивку, пока меня увлекает. Бывает момент, когда вышивка немножко стопорится. И я такой момент вам покажу в другой вышивке. Я все процессы сегодня покажу, даже те, над которыми я совсем не работала. Итак, по вышивке это номер один, да, продвижение номер один. И я вам его показала. Следующее, что я вам хочу показать, это сапожок и тоже компания Dimensions. Вот так должен будет выглядеть этот сапожок в будущем. И сейчас я вам покажу, на какой стадии находится он у меня сейчас. Та-да-да-дам! Видели? Я переставила пяльца. Я здесь вышила вот такую вот часть. То есть, нижняя часть у меня полностью готова. Вплоть до того, что домик оформлен. Нет бэкстича нигде еще. Потому что я хочу бэкстич сделать на домике, когда полностью уже здесь будет, да, оформлено. И также хочу сделать бэкстич сразу на Санта-Клаусе, потому что лицо у него, в принципе, готово. Здесь при помощи вот этих вот ниточек бэкстича как раз-таки будет обрисованным вот все детали этого лица. Видите? То есть, дальше только бэкстич сделает свое дело. Но он уже узнаваем. И это Санта. Здесь вышивается намного проще, чем предыдущий вариант, потому что здесь и каунт побольше. И прорисовка, она такая, знаете, нереалистичная получается. И за счет этого получается, что проще. И здесь у нас идет неполная зашивка. То есть, снег белым цветом не вышивается. Любой белый цвет остается пустым пространством. Быть может, я бы, конечно, вышила и белым цветом. Но для меня не составляет труда белым по белому вышивать. Но раз производитель решил так и не вложил ниточек, я, конечно же, белый цвет искать не буду. Буду вышивать так, как есть, так, как говорит нам производитель. Потому что фирму Dimensions в этом году, вернее, в прошлом году я начала вышивать впервые. Для меня это новый опыт. И мне хочется составить свое личное мнение, отшив две работы. И понять, нравится мне или не нравится. Пока мне все очень нравится. Сам процесс вышивки мне очень нравится. И это продвижение по вышивке номер два. Больше продвижения не было. Дальше я просто покажу свои еще два процесса. Следующий процесс у меня идет из вот этой вот книги. Французская вышивка крестом. Магия Рождества. Вероник Аженер. 20 крупных схем. И здесь я выбрала схему вот такую. И буду также оформлять когда-нибудь в следующем году. Буду также оформлять в виде вот такого вот мешочка для подарков. Мне очень понравилась идея. Но там вот не использовали вот этот элемент. А я буду использовать абсолютно все элементы. Мне нравится полная когда зашивка. Но у меня здесь совершенно небольшие результаты в этом году. То есть я начала верхний, как обычно, с верхнего левого угла. Вот этого мальчишку, который пишет письмо. И его не довышивала. Может быть в эти новогодние праздники я еще вернусь к этому процессу. Потому что когда же вышивать новогодние сюжеты, если не в декабре и январе. Затем уже какая-то идет волна более весенняя, летняя. И в том случае я буду, наверное, брать эти процессы только в какую-нибудь игру. А так вот, чтобы, знаете, с вдохновением вышивать. Мне кажется, как раз таки зимний период он самый-самый, что ни на есть, лучший вариант. Но я бы эту работу, скорее всего, вышила бы. Если бы не бралась за другие процессы. Но те меня процессы почему-то увлекли больше. Хотя, нисколечко мне, как сказать, не разонравился этот сюжет. Не только этот, и многие другие в этой книге. Я очень хочу все повышивать. Но руки только две. Обязательно, обязательно мы с вами увидим этот процесс в новых моих видеороликах. Ну, а пока вот такой вот результат на сегодняшний день. Вот так выглядит эта вышивка. И завершающий на сегодня процесс, это компания Белоснежка. Итальянский дворик. Я его вышиваю достаточно давно. Но здесь, как вы видите, такой летний сюжет. Позднее лето, я бы сказала, да. Когда все-все уже расцветает. И к этому сюжету я хочу вернуться ближе к весне. Потому что, мне кажется, вот это, даже рассматривать этот сюжет, вышивать его детально по каким-то небольшим элементам, будет намного интереснее. Потому что, ну, лето, зной, жара, цветы, огород. Ну, вы меня понимаете. И у меня находится он вот на такой вот стадии. То есть, часть у меня уже готова. Да, то есть, это вот это вот окошко. Я вышиваю сейчас вот эту вот часть, где очень много мешанины. На самом деле здесь самым простым является вышивка вот этих стен на дому. Но я думаю, что потом будет вышивка вот этого фона. А все остальное, здесь такая мешанина цвета. Столько одиночек, что просто закачаешься. То есть, под этот процесс нужно конкретно настроиться. Я вот на него смотрю и уже настраиваюсь. Надо спрятать, надо немножко повышевать новогодних тематик и новогодних сюжетов. Хочу сказать, что он мне не разонравился. Ни в коем случае я его заморозила только по тематике самого сюжета. А не потому, что он мне разонравился. И я не вижу его там в своем интерьере и так далее. Нет, мы к нему обязательно вернемся. Но чуть попозже. Итак, я вам показала все свои процессы на сегодняшний день. Мы с вами также обговорим мои планы. Я думаю, что может быть в следующем видеоролике. Потому что планы на следующий год у меня все же есть. Хотя они такие весьма сумбурные. Но тем не менее. Давайте попробуем построить планы. Может быть, если не на месяц, то на квартал. Потому что этот опыт привел меня к тому, что я показывала три вида пряжи. Это была голубая пряжа. У меня была бобинка. Это было платье, которое я связала и отдала маме. И пряжа Лала Берлин. И это кашемир. Я все сказала. Да. И вот все три вида пряжи. Они либо участвуют у меня в процессе в виде кашемирового свитера, который я себе вяжу. Или же уже готовой работы. Или же уже даже подаренной работы. Поэтому составлять какие-то реальные планы. Не просто там несбыточные мечты. И связать всю пряжу. А именно реальные планы порой весьма и весьма правильно, на мой взгляд. Поэтому обязательно мы с вами увидимся. На сегодня у меня все. Всем спасибо за лайки и за комментарии. Пока-пока.